Наш с вами 18-й видеоурок и в нем мы разберем такой вопрос, как настройка подписной страницы. В комплекте материалов вы найдете вот такую вот подписную страницу, которую вы сможете модифицировать под любой оффер, под любой продукт, либо под любую целевую аудиторию. Подписная страница содержит заголовок, вот он, это отдельная картинка, и содержит вот этот блок текста. Сюда вставляется блок с подписной формой. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте. Здесь у нас есть PSD-шаблон, шаблон Photoshop для тех, кто хочет редактировать исходник страницы. Здесь у нас уже есть готовый HTML-файл, это сама страница. В него нам надо будет вставить небольшой участок кода. Дальше у нас папка с картинками, вот она. И в этой папке у нас находятся три картинки, это три блока вот этой подписной страницы, то, что мы видели. Теперь открываем страницу любым текстовым редактором, например, блокнотом. Но я же рекомендую вам воспользоваться аналогом блокнота Notepad++. Я думаю, вы все прекрасно его знаете. Находим вот этот участок кода ImageSearchWhoMainPNG. Вы можете заменить эту картинку на ваш рисунок, который вы планируете размещать в шапке. Главный рисунок подписной страницы, это может быть скриншот видео. То есть, человек может видеть видео и кликать по ссылке для подписки. Вы можете не просто менять или размещать здесь ссылку на какую-то картинку удаленную в интернете. Вы можете зайти в папку и там изменить картинку, оставив то же самое название. Можно и так, и так поступить. Дальше мы находим вот этот участок кода и внутри тегов OptinFormCode, вот они теги, мы меняем вот эту синюю часть. Вот она, скрипт. Этот скрипт соответствует скрипту подписной формы Aveber. То есть, когда вы сгенерируете свою подписную форму, вы ее сюда вставите и вы получите вот такую вот замечательную подписную страницу. Вот такая страничка. На этом мы завершаем данный видеорог. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, где вы найдете полную серию по набору эмонтизации зарубежных подписных баз.